Здравствуйте, ребята! Биология, 11 класс. Сегодня наша с вами тема «Движущие силы эволюции человека». Давайте для начала вспомним, что мы проходили в прошлый раз. Первое задание. На картинке изображены названия рисунки и орудия труда. Правильно расставить орудие труда к названиям. Так, ребята, давайте вспомним. Это мотыга, топор, гарпун, горшок, наконечник стрел, скребок и рубило. Следующее. На данной картинке изображены жилища древних людей. Правильно дайте название жилища соответствующему рисунку. Шалаш, укрытие, поселок, хижина и шалаш с очагом. Следующее. Вашему вниманию представлены четыре вида занятий. Некоторые из них относятся к присваиваемующее хозяйство, другие к производящему хозяйству. Поставьте картинки в правильной колонке. Присваивающее хозяйство – это охота и собирательство, производящее – скотоводство и земледелие. Следующий, ребята, дайте правильный ответ. К древним людям относятся пятикантроп, синантроп, гельдербейский человек. Следующий вопрос. Когда появились древнейшие люди? Около двух миллионов лет назад. Какой объем мозга характерен для древнейших людей? 1100-1220 кубических сантиметров. Могли ли древнейшие люди поддерживать огонь? Да, могли. Могли ли древнейшие люди добывать огонь? Нет, еще они не научились это делать. К какому виду относятся древнейшие люди? Человек прямоходящий или хомо эректус. Какой вид произошли от древнейших людей? Человек разумный, человек разумный, неандертальский, человек разумный, разумный. Целью нашего урока сегодня познакомиться с человеческими расами, а также сформировать научные знания о эволюции людей и движущей силе эволюции людей. Биологические факторы, хотя и имеют важное значение в формировании человека, но для объяснения антропогенеза этого недостаточно. В данном процессе, кроме биологических факторов, имеют значение и социальные факторы. Историческое развитие человека осуществлялось под влиянием тех же факторов биологической эволюции, что и для остальных живых организмов. Это мутации, древгенов, изоляция и естественный отбор. На ранних этапах эволюции человека решающее значение имел отбор на лучшую приспособляемость к имеющимся условиям окружающей среды. Важнейшим этапом на пути превращения обезьяноподобных существ в человека стало прямохождение. Благодаря прямохождению у человека освободились руки для изготовления орудий труда. Отбор способствовал закреплению таких особенностей организации предков человека, как прямохождение и направленное совершенствование кисти руки, а также это способствовало развитию головного мозга. Для антропогенеза характерно влияние на эволюцию социальных факторов. Трудовая деятельность, общественный образ жизни, а также мышление. Общественный образ жизни обеспечивал предкам человека большую безопасность в условиях открытых ландшафтов, возможность охоты на крупных животных, воспитания детей, а также забота о стариках. Коллективная охота, трудовая деятельность, необходимость передачи информации своим соплеменникам требовали использования сложной системы взаимной сигнализации, что способствовало развитию речи. В отличие от животных, у человека развита вторая сигнальная система или мы говорим речь. Охота и рыболовство позволили питаться не только растительной, но и смешанной пищей, что само собой явилось причиной сокращения кишечника. Потребление приготовленной на огне пищи на протяжении тысячелетий постепенно облегчало нагрузку на жевательный аппарат. В результате теменные кости, которым прикреплялись жевательные мышцы, утратили свое биологическое значение. Все современные люди относятся к одному виду – Homo sapiens. Внутри вида Homo sapiens существуют крупные расы. Расы отличаются друг от друга цветом кожи, формой глаз и волос, строением век и очертанием головы. В современном человечестве выделяют три основные расы – европоидную, монголоидную и негроидную. В последнее время выделяют еще одну расу – это австралоидная. Ее мы тоже с вами сегодня рассмотрим. Европоидная раса, монголоидная и негроидная. Первая раса – это европоиды. Они характеризуются светлой кожей, узким лицом, сильно выступающими прямым носом, мягкими светлыми русыми волосами, глаза синие или карие. У мужчин хорошо растут усы и борода. Монголоидная раса отличается крупным, плоским, широким лицом с миндалевидным разрезом глаз, жесткими прямыми волосами, желтоватым цветом кожи. Монголоиды в основном распространены в Азии, но при миграции встречаются и в других регионах. Для негроидной расы характерен темный цвет кожи – курчавые волосы, широкий и плоский нос, большие темные глаза. Австралоидная раса характеризуется темным цветом кожи, глубоко посаженными темно-коричневыми глазами. Волосы – волнистые, массивный череп, крупные челюсти. Укороченная шея – широкое лицо, распространены на континенте Австралии. По мнению ученых, прародиной современного человека является Юго-Восточная Азия и Северная Африка, где возникли первые расы. Юго-Западная и Северо-Восточная. Первая раса в дальнейшем превратилась в европоидную и негроидную, а вторая – в монголоидную. Происхождение рас – естественный отбор. Мутация, обособленность, смещение популяций – все эти факторы взаимосвязаны. На первом этапе развития и происхождения рас естественный отбор как фактор имел огромное значение. В определенных условиях естественный отбор повышает жизненный уровень, сохраняя в популяции адаптивные признаки и способствует размножению. В настоящее время появилось смешение рас. Например, индейцы с европейцами образовали метисов, европейцы и экваториальные народы – мулатов, индейцы и экваториальные народы – они образовали самбо, монголоиды и экваториальные народы – мальгаши. Вот как они выглядят. Мулаты, самбо, метисы и мальгаши. На Земле существует один вид – человек разумный. Сходство строения тела – это черепа, мозга, внутренних органов. Физиологическое сходство, то есть группы крови, болезни и защитные реакции. Возможность для неограниченного скрещивания, в результате которого появляется плодовитое потомство. Все расовые отличия формировались как приспособления к окружающей среде. По своим умственным особенностям все расы одинаковые. Реально существующие различия в уровне культуры связаны не с биологическими особенностями людей разных рас, а с социальными условиями развития общества. Ну и напоследок, конечно, ребят, хотелось сделать выводы, что человеческая раса – это исторически сложившаяся группа людей, характеризующаяся общностью наследственных физических особенностей, таких как цвет волос, глаз, кожи, разрез глаз, строение век, очертания головы. Многие расовые признаки имеют приспособительное значение. Представители всех рас относятся к одному виду – человек разумный и легко скрещиваются между собой. На этом мы заканчиваем наш урок. Запишите задание. Прочитать параграф 58 на странице 233-234 и заполнить таблицу. Расы – европоидная, монголоидная, негроидная. Характерные особенности – цвет кожи, цвет и форма волос, цвет глаз и их разрез, форма носа, рост и приспособительное значение. На этом наш урок закончен. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова